Если рядового обывателя спросить, что он знает о скандинавской ходьбе, то результат будет вполне очевиден. В большинстве случаев он скажет, это занятие для пенсионеров, что-то вроде вязания носков или высаживания цветов на даче. По степени полезности сравнимо сидению на лавочке возле подъезда, на воздухе, в компании, чтобы как-то занять себя между посещением продуктового магазина и поликлиники. Сегодня в программе «Олимп» мы попробуем разрушить сложившееся расхожее мнение о скандинавской ходьбе. Не пропустите. Это относительно новый, набирающий популярность вид оздоровительной физической культуры, который был запатентован Финляндии в 1997 году под названием «Оригинальная скандинавская ходьба». Следует отметить, что большой вклад в популяризацию нового любительского спорта внесли немецкие врачи, опубликовавшие серьезные исследования, свидетельствующие о высоком оздоровительном потенциале скандинавской ходьбы. Дело в том, что при движении с палками очень хорошо тренируются мышцы спины и плечевого пояса, в то время как при беге мышцы верхней половины тела мало задействованы. Ученые подсчитали, что при скандинавской спортивной ходьбе получают повышенную нагрузку 90% всех мышц человеческого тела, а при обычной ходьбе только 70%. Скандинавская ходьба – это кардиотренировка с умеренными нагрузками. То есть у нас появились палочки, мы теперь активно задействуем наши руки и активно машем руками, и это помогает задействовать больше мышц нашего туловища. Темп задают теперь руки, спешить уже, бежать уже никуда не надо, надо просто активно от них отталкиваться и тем самым больше задействовать мышц тела. Палочки помогают разгружать колени. При правильной нагрузке у нас разгружаются колени и поясница на 30%, и становится ходить легче тем, кому, например, трудно вообще передвигаться, и не только вообще передвигаться, а с людям с избыточным весом, тем, кто не любит бегать, тем, у кого болят колени. То есть хорошая реабилитация, и как результат побочный эффект – хорошее похудение. В Финляндии скандинавская ходьба входит в школьную программу. Вообще эту дисциплину придумали как оздоровительную методику для школьников еще в 60-х годах прошлого века. Поэтому этот вид спорта подходит и для молодых, и для пожилых. Им можно заниматься вне зависимости от уровня подготовки. Освоить базовые упражнения могут даже люди с ограниченными физическими возможностями. Пожилые поняли, что очень легко ходить с палками, держать баланс и получать удовольствие, будем говорить так. Они первые поняли, что это легко, хорошо, и проводить время на свежем воздухе, когда вам удобно, в любое удобное время, в любом удобном хорошем месте, брать с собой палочки, везде, куда вы ездите. Вдох. Тянутся только руки. Вверх. Очень важно соблюдать методику. У занятий должны быть фазы подготовки, основного занятия и завершающая фаза расслабления. Если занятия проводят профессионалы, они сначала дают разогревающие упражнения, готовят людей к занятию, изучают с ними технику, потом они контролируют эффективность и длительность занятий, которые подбирают индивидуально. А потом в конце занятия проводят упражнения на растяжку и расслабление мышц. Если человек не разогрел мышцы, то увеличивается риск получения травмы. Корректирующая роль тренера очень важна. Конечно, темп, пульс – это всё подстраивается индивидуально и высчитывается индивидуально. Здесь главное не переходить на бег. В принципе, скорость вообще не важна. Здесь важно ходить правильно, махать руками, чтобы была хорошая амплитуда, чтобы задействовать плечевой сустав и плечи. Ротация плеч должна быть хорошая, чтобы опять-таки двигалось наше тело. И чтобы не было дышки, сердцу нужно давать адекватные нагрузки, постепенно его нагружать и тем самым потом найти свой пульс, темп. Сегодня массу заболеваний вызывает малоподвижный образ жизни. Скандинавская ходьба является эффективным дополнением к программе лечения таких пациентов. Было исследование с больными, находящимися на поздних стадиях реабилитации после инфаркта миокарда или операции шунтирования сосудов сердца. Причём эта программа реабилитации включала в себя обычную ходьбу и ходьбу с палками. Так вот, оказалось, что у тех, кто ходил с палками, реабилитация проходила быстрее. У людей, ведущих малоактивный образ жизни, очень часто болит шея, существуют проблемы с верхним и нижним отделом позвоночника. Был проведён также эксперимент на офисных работниках, который показал, что у людей, которые ходят с палками и правильно их используют, расслабляются спазмированные мышцы и пропадают болевые ощущения. Многие приходят после болезни или во время болезни. Поэтому перед началом тренировки, занятий, я советую всем консультироваться с лечащим врачом, если кто-то стоит на учёте или у кого-то какие-то заболевания, например, это онкология, какие-то сложные заболевания сердца, или человек недавно перенёс любую операцию, конечно, это тоже учитывается. Поэтому лучше, конечно, с тренером заниматься. Очень много людей стали заниматься. Тут ботанический сад у нас буквально забит ходунами, с канинавской ходьбой, кто бегает, кто на велосипеде. Очень-очень много людей занимается. Уже как наркотик, наверное, всё время тянет. Хочется. Когда вы ходите с палками и держите хорошую амплитуду рук, у вас очень хорошо вентилируются лёгкие, что вот в условиях пандемии это очень важно. И скандинавская ходьба – это хорошая профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. И в целом, чтобы мышцы были в тонусе, достаточно ходить с правильной техникой, достаточно ходить часа в день, каждый день. И за две недели уже можно получить хорошие результаты. Противопоказаний к скандинавской ходьбе, как таковых, не существует. Разумеется, прогулки следует отложить в тех случаях, когда показан постельный режим. При наличии серьёзных заболеваний сердечно-сосудистой системы. Вне зависимости от состояния здоровья, повышать нагрузку на тренировках следует постепенно. Чтобы занятия скандинавской ходьбой дали положительные эффекты и не привели к неприятным ощущениям, начинающим необходимы регулярные тренировки, качественное снаряжение и хороший инструктор. Года четыре назад со мной случилась неприятность такая, что плита с 11 этажа отвалилась. И в декабре месяце скользнула по мне. И, конечно, оставила свой след. И с три месяца я лежала в больнице. И потом искала возможности как бы восстановить своё здоровье. А все способы перепробовала. И когда я узнала, что скандинавская ходьба, при правильной ходьбе задействуется 90% мышц, и за счёт этого идёт правильная циркуляция крови, кислорода и так далее, и так далее, и восстанавливается, потрясающий человек восстанавливается. И действительно, вот сейчас это просто как страшное воспоминание. Во-первых, здоровье укрепилось. Во-вторых, раз идёт работа всех мышц, восстанавливается полностью система моего организма. И идёт даже как бы вот некоторое омоложение. В группе женщины общаются, не только женщины, но и мужчины. Приходят к нам тоже и молодёжь. Заводят себе новых знакомых. Мы ещё выезжаем по выходным, в туры выходного дня, в двухдневные, однодневные, да. И там тоже люди как-то заводят новые знакомства. Занятие скандинавской ходьбой – это прежде всего занятие на свежем воздухе. Каков бы ни был уровень спортивного зала, где вы занимаетесь, количество кислорода там всегда будет меньше. Любой вид активности на свежем воздухе положительно влияет на иммунитет, Сердце снимает нервное напряжение. Субтитры подогнал «Симон»!